Сегодня всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Каждый год врачи ставят такой диагноз примерно 18 миллионам человек. И каждый год медицинская наука делает новый шаг к пониманию природы рака. В репортаже Алены Германовой о спасительном холоде и других разработках российских ученых. Это ледяной шар, который образуется внутри опухоли. Именно этот шар уничтожает эту опухолю. В руках врача вместо скальпеля игла этот криозон под местным наркозом вводят прямо в опухоль почки. Несколько минут раковые клетки замораживают жидким азотом. Зарубежные аналоги позволяют замораживать опухоль до 50-60 градусов. Российская установка позволяет достаточно быстро достигать температуры ниже 100 градусов. Тем самым вызывать надежный крионекроз в зоне воздействия. Но не каждую опухоль можно заморозить. Ведь порой рак прячется в труднодоступных местах. И тогда надежда на лекарства и иммунитет. Надо только помочь ему распознать и уничтожить раковые клетки. Над специальной иммуновакциной в этой лаборатории работают с 1998-го. Клетки каждого пациента здесь учат бороться с опухолью. Эффективность нашего метода лечения где-то более 45%. Это и частичный регресс, это полный регресс и стабилизация заболевания. Здесь, по сути, результаты 20 лет исследований петербургских онкологов. Десятки тысяч образцов не только раковых опухолей, но и вакцин, способных бороться с ними. Если пациенту нужно повторить курс иммунотерапии, его лекарство будет храниться здесь, в Криобанке, годами. Чем больше врачи узнают о раке, тем очевиднее. Для каждого отдельного пациента нужно искать свое лечение. В эти чипы помещаются опухолевые клетки, которые какое-то время там растут. Их выращивают, чтобы затем уничтожить. Один за другим подбирая нужный химиопрепарат для конкретного больного. И только потом его вводят пациенту. Этот микробиореактор пока тестируют. Как эти наночастицы из кремния, они словно ищейки блуждают по организму в поисках раковых клеток. Затем окружают и указывают лазеру путь к ним. В борьбу с онкозаболеваниями, возможно, скоро вступит и эта компьютерная программа. По анализу крови она показывает, есть ли хоть какая-то вероятность наличия рака. Машину мы обучали специально на данных пациентах, у которых на ранней стадии удалось диагностировать злокачественное новообразование. У нас 70% пациентов были именно с ранними стадиями, чтобы машина училась распознавать именно ранние стадии. У вас рак. Эти слова в кабинете врача каждый год слышат больше полумиллиона россиян. И лишь каждый третий диагноз ставят на ранней стадии, когда шансов победить болезнь больше 90%. Но и на поздних стадиях пациенту можно помочь, даже если он живет далеко от столичных клиник. Уже в ближайшее время больницы в регионах будут прикреплены к федеральным научным центрам. Когда из любого центра, который находится под курацией НМС, могут попасть снимки на самый верх к самому ведущему специалисту. Площадь до круглосуточного режима пациент не остается один на один с болезнью. Более того, врач не остается в регионе один на один со сложным случаем. О своем заболевании Андрей Павленко узнал, когда его рак желудка был уже на третьей агрессивной стадии. Как он, врач-онколог, борется и пытается жить, как все. Андрей откровенно рассказывает в видеоблоге. В ответ ему пишут со всей страны. Кто-то просит медицинского совета, кто-то просто человеческой поддержки. Она ведь тоже важна. Меня завалило, конечно, письмами. Я в сутки получал 500-700, иногда тысячу писем. Не каждый больной и не каждый родственник тяжелого больного может адекватно относиться к этому тяжелому диагнозу. И в этом большая проблема, потому что люди паникуют, люди часто замыкаются. На базе своей клиники он решил открыть специальные курсы для врачей, где будут рассказывать, как помочь пациенту настроиться на пусть и тяжелый. Но все же путь к выздоровлению профессиональных онкопсихологов скоро начнут готовить и в вузах. Специальные образовательные программы уже начали составлять. Алена Германова, Денис Торопчинов, Дарья Рыбакова, Владислава Абасова и Артем Тихонов. Первый канал.